Время платить, время вычитать. Социальный налоговый вычет. О том, как вернуть часть денег, потраченных на крупную покупку, лечение или обучение – наш следующий сюжет. Материал выходит в рамках реализации проекта «Юридические тонкости». Налогоплательщикам стоит знать не только свои обязательства перед налоговой службой, но и права. Социальный вычет позволяет вернуть часть уплаченного подоходного налога. В частности, государство частично возмещает затраты на медицинские услуги, приобретение медикаментов или дорогостоящие лечения. Максимальная сумма расходов под данным статьям, принятая к учету, не должна превышать 120 тысяч рублей. Налоговый вычет сделают, если вы оплачивали собственное лечение или лечение близких родственников. По расходам на лечение и либо приобретение медикаментов. Это может заявить также платежик налога на доходы физических лиц, но за себя, за супруга супругу, за родителей, за детей. То есть, вот таким образом. Подать заявление на вычет можно в течение трех лет после года, в котором оплатили лечение. При обращении в налоговую службу и заполнении декларации понадобится предоставить ряд документов. Во всех случаях расходов нужно обязательно предоставить все квитанции, которые вы, ну, на сумму, которую потратили вот в определенном году. Будем говорить за 20-й год, да. И за 20-й год декларация сдается в 21-м, можно сдать в 21-м, 22-м, 23-м. То есть, пишить до 30-го апреля не надо. Можно собрать документы и спокойно до конца года сдать. Сначала нужно собрать подтверждение, что вы лечились платно, сохранить договоры, чеки и справки из клиники. Далее следует отсканировать документы с тем, чтобы приложить их к заполненной декларации 3НДФЛ. Также понадобится справка о вашей заработной плате за соответствующий год, которую можно получить у работодателя. Направить документы в налоговый орган можно при личном обращении в территориальную инспекцию, либо в режиме онлайн посредством интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Расчет производится в декларации по налогу на доходы физических лиц. Получается, заработная плата уменьшается на сумму расходов и остается меньшая сумма. То есть, та сумма налога, которая удержана вот с этой суммы расходов, ну и с заработной платы, она возвращается. 13% суммы расходов возвращается человеку. Подтверждаются все, согласно подтверждающих документов. Пишется заявление на возврат, сразу прилагается к декларации и возвращается. После того, как декларацию одобрят, надо написать заявление на возврат денег. По закону через месяц после подачи заявления налоговая должна перечислить средства на ваш счет. Юридическая грамотность поможет вам экономить семейный бюджет.